Как думаешь, магазины шаговой доступности, они оправдывают себя? Есть ли смысл их существования, много, маленьких, на любой вкус? Я думаю, да, но если бы не было смысла, то и бы не было бы, они бы просто самолекридировали бы, потому что были бы нерентабельны. Но видишь, там живет что, там все такое, что люди либо не докупили где-то в сетях крупных, либо просто вечерком там захотелось мороженого, или там захотелось пивка с чем-то, я не знаю, что-то сушеное, какие-то чипсы, все такое. Я сейчас снова пойду. Поэтому я думаю, что в принципе магазины шаговой доступности они будут продолжать свою деятельность, потому что они все-таки нужны. Но цены там, конечно, завышены по сравнению с сетями, и, конечно, по качеству там больше нареканий. Я думаю, что там можно легче нарваться на прозраченную продукцию, на продукцию, которая там осталась, там пару дней дышать, где уже год там прошел и так далее, там пару дней осталось буквально что-то такое. В принципе, конечно, эти магазины нужны, они себя оправдывают, но хотелось бы, чтобы там качество обслуживания и качество продукции было лучше. Потому что я когда захожу, там просто мне что-то надо, или просто посмотреть, я вижу там колбаса в таком страшном состоянии, как будто бы, я не знаю. Но я вот когда подхожу обычно вот в таких магазинах к витринам, да, холодильникам, я смотрю и думаю, это называется морг, видеовыставки-продажи. Там реально как в морге. Просто вот морг натуральный. Чувствия из кухонного и варяда. Да, да, да. Так что, конечно, не активно. Но я очень рада тому, что эти магазины у нас закрываются регулярно. Такое постоянство, регулярное достаточно. И думаю, что все-таки Краснодар хотя бы скоро выйдет на уровень того, что их будет немного, но они молодцы будут биться, чтоб мы к ним ходили специально покупать только у них. Я тебе скажу, что я остаюсь сторонником того, что вы, будем так говорить, были магазины, предположим, ну, образом, например, там, магазин пекарня. Здесь все печется и продается. Здесь, например, предположим, небольшой цех по производству колбас и тут же все продается. Здесь цех небольшой по производству сыра и тут же продается. И человек понимает, он заходит туда и понимает, что там постоянно хорошее качество, там постоянно все свежее и там нормальная приемлемая цена. Потому что тут же производитель и тут же все это дело продается. Вот я за то, чтобы как можно больше было таких магазинов, я тогда знал это. Сейчас пойду туда, куплю то, потом зайду туда, куплю это. Лучше так, чем заходить в какие-то сети или в магазины шаговой доступности и покупать просто продукты, состоящие из хеликатов. Это было бы вообще, конечно, полное счастье, потому что тогда поход в магазин воспринимали бы не как какую-то необходимость купить чипсы или еще что-то, а просто как процесс, который доставлял бы удовольствие. Прийти в тыкаты, понюхать вкусный аромат, свежесть, обслуживание, чистота. Это была бы часть нашей хорошей жизни. Да, вот тут я, конечно, именно в этом вопросе за европейский пример. Потому что в Европе именно так все и происходит. В той же самой Италии, Испании, Франции. То есть там небольшие торговые точки, где это все изготовляется. И при этом это, будем так говорить, торговая точка с еговой историей. Она может быть основана и в 1915 году, и в 1834 году, и в 1729 году. И все это по традиции переходит, там пивовары, сыроделы и прочее. Вот нам этого не хватает. А нам просто шлюпают вот этот вот хиллер и разбрасывают. И то же самое и в сетях, и в магазинах шаговой доступности. Но в сетях, если хотя бы все это быстро покупается, и там меньше шансов нарваться на просрочку. А в магазинах шаговой доступности запросто. Так что не хорошо все это. Субтитры создавал DimaTorzok